Я гуляю с миллионами вооружений! Я беру конец дня! Я — Смерть Бога! И я буду смотреть вашу мир... ...бернеть. Уже хорошо нам известным игроком из клана Виа Милитера — это Дарк Адмирал. Против него играет бесклановый игрок. Ник у него 13. Ну и к этому числу 13 он периодически добавляет всякие разные слова. Но это не суть важно. Итак, фракции на этот бой Вест Готы против Ост Готов. Обычно Готов банят, но ребята решили здесь сыграть Готами. Посмотрим, что из этого всего получится. Смотрим на составы. Начнем с Дарк Адмирала. Четыре отряда германских лукарей. По центру они идут. Два отряда германских пикинеров по центру. Знатные германские мечники по две штуки. Центр, можно сказать, смещены на фланге. Дальше тут Готский боевой отряд. Пехота. Готский боевой отряд. На фланге они смещены. Дальше фракийские воины. Фракийские клятвенники. Фракийские клятвенники. Фракийские воины. То есть по две штуки фракийских клятвенников, фракийских воинов, германских знатных мечников и смотрим на кавалерию. Знатные годские пикинеры, знатные годские пикинеры, знатные годские пикинеры. Три отряда знатных годских пикинеров. Генерал, это у нас годский полководец, плюс конница ближнего боя, это тайфальская кавалерия. И один отряд легкой кавалерии, это годские пикинеры, далеко на фланг они смещены, здесь стоят в засаде, судя по всему. Это был состав у Дарк Адмирала, смотрим на состав у МГУР-13. Ну, видите, насколько широко стоит армия у МГУР-13, но он раньше так назывался МГУР-13, а сейчас 13, плюс там что-то странные какие-то слова, тексты, письмена, скажем так. Ладно, будем называть его просто 13-ми. Смотрим на состав, начнем со стрелков. Три отряда прощей, то есть явный перевес вырисовывается у Дарк Адмирала по стрелкам. Германские копейщики, две штуки по центру идут, дальше идут годский боевой отряд, три штуки по центру. На флангах годские серпоносцы, фракийские воины, фракийские воины, годские серпоносцы, плюс фракийский воин, фракийский воин, конница. Это знатные годские пикинеры, знатные годские пикинеры, германские пикинеры, знатные годские пикинеры, конница ближнего боя, знатные германские конники, генерал, годский полководец. Очень широко стоит 13-й, ну, не знаю, насколько это оправданно, даже Дарк Адмирал, который любит всегда рашить, у него армия стоит гораздо более узким строем, нежели у 13-го. Чтобы играть таким широким строем, пехота стоит там в одну с половиной линии, конница в полторы линии стоит, для того, чтобы справиться с таким широким фронтом, должен показывать здесь высокий уровень контроля 13-й. Посмотрим, насколько это ему удастся, пока идет перестрелка, гоняет здесь свои тайфальские кавалерии стрелков, Дарк Адмирал. Ну, у него здесь явный перевес в стрелках, и, в принципе, он может просто стоя на месте подрастрелять очень неплохо армию 13-го. Фракийских воинов уже просадил на сколько? На 25 человек, замечательно. Конницу пострелял, снял здесь в отряде кавалерии 10 человек, стрелков пострелял. Очень неплохо все это подрастреливает, но опять в своем привычном стиле идет вперед. Дарк Адмирал, даже имея преимущество, причем очень существенное в стрелках, все равно будет идти вперед, будет рашить. Врезался здесь в стрелка, пошли натиски по всей линии фронта, ну и давайте смотреть, что из всего этого получится. Пытается здесь вынести стрелка, Дарк Адмирал. Получает встречный натиск от германской кавалерии, сам в ответ чаржит гудскими пикинерами. Чарж на чарж, по центру. Плюс здесь вторым темпом спешат фракийские воины. Ну и что здесь получается у нас? Да, по всей линии фронта завязывается бой, но и вот здесь большая ошибка. Большая ошибка со стороны 13-го, но вот эта вот группировка войск, она в бою фактически не принимает участие. В то время как центр и другой фланг ему разбирают. Здесь конечно же, пока вот эти вот маневры происходят, ему здесь разбирают очень неплохо. Центр и фланги. Лукари уже настреляли очень немало, до такого быстрого боя. Выводит здесь кавалерию. Дарк Адмирал, ну давайте смотреть на обычной скорости. Раш на раш. Центр разбирается очень мощно. И пошли натиски кавалерии и на другом фланге. Бац! Пика тут быстро подбегает. Сейчас еще и знатные гудские пикинеры ударят по отряду фракийских воинов в тыл. Очень неплохо их заводят. Ну и что мы здесь видим? Несмотря на то, что в пехоте, возможно численный перевес был на стороне у... Ну вот здесь пика очень неплохо принимает. Успела она бустить пики и здесь принимает и кавалерию, и мечников. Да, очень хороший момент. Здесь пика безусловно отработала. И моментальный чардж в тыл по вот этим вот войскам со стороны знатных гудских пикинеров. Эта группировка войск будет разобрана. Другой фланг разобран. Да, удается здесь конечно же зарашить. Дарк Адмирал. Очень уверенно он сыграл. Очень уверенно. 13-й здесь играл вторым темпом весь бой. Ну и это не принесло им абсолютно никаких дивидендов из этого боя. Мне кажется здесь прежде всего 13-й проиграл именно на микроконтроле. Дарк Адмиралу именно этот бой. Посмотрим как у него получится дальше сыграть. Но вот именно конкретно этот бой был проигран именно на контроле и вообще на тактике на бой, которая была изначально у игроков. Она у 13-го себя не оправдала. Давайте посмотрим на цифры, кто сколько кого нарубал. Долго останавливаться здесь не будем, но бросаются в глаза 3 отряда. У эстготов это фракийские воины 252, второй отряд 179 и 335 фракийские клятвенники. Отличные результаты. Ну, у эстготов, возможно, получше сыграла кавалерия частично, да, можем так сказать. Да, кавалерия получше сыграла у эстготов, но в конечном итоге, готы это пехотная фракция, здесь главное, чтобы отыграла пехота как следует. Что ж, счет становится 1-0 в пользу Дарк Адмирала, смотрим следующий бой. Я гуляю с миллионами вооружений! Я беру конец дня! Я – Смерть Бога! Смерть Бога! Смерть Бога! Смерть Бога! Смерть Бога! Смерть Бога! Продолжение следует...